Александр Роднянский, режиссер, продюсер и медиа-менеджер. Александр, здравствуйте. 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 Спасибо за приглашение. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Всегда рады вас видеть. Ну, в первую очередь, в первую очередь, ваши впечатления от прошедшего Оскара. Вот что, на что, на что обратить внимание? Мне показался этот Оскар, вернее, церемония, мы сейчас говорим о церемонии. Да, да, конечно, конечно. Не только об итогах, не о наградах конкретным фильмом, который надо обсуждать, мне кажется, чуть более детально, а в целом от того послания, которое из себя представляет каждая Оскаровская церемония. И это все же телевизионная передача, адресованная примерно полутора миллиардам телезрителей. Во всяком случае, именно так предупреждают обычно постановщики Оскаровского действа накануне всех номинантов и участников, которые гипотетически могут выйти на сцену. И поскольку я был несколько раз номинантом, то я это слышал много раз. Так вот, эта церемония, на мой взгляд, была много более удачной, нежели несколько предшествующих. В ней как-то в силу того, что победители бы представляли фильмы, скорее, независимые, то их жизненные траектории и, соответственно, реакции на победу складывались в такое драматическое повествование людей, преодолевших огромные сложности на своем пути, людей с причудливыми и очень американскими жизненными траекториями. И, в общем, это получилось, ну, такая говоря, наивно, классическая американская мечта о возможности достичь практически самых высших результатов в кино и в общественной деятельности, если называть кино таковой, любому, любому человеку, даже, условно говоря, мальчику, прибывшему в Америку эмигрантом, как это было с Ликю Хваном, одним из актеров фильма «Победителя», «Везде все и сразу», или там с Мишель Йо, «Прошедший сложный путь». В общем, мне показался этот «Оскар» мощным гуманистическим посланием, которым очень органично звучали и благодарности близким, и друзьям, и партнерам, и даже школьным учителям, которых благодарил один из режиссеров фильма «Победителя». В этом смысле я, честно говоря, остался после церемонии в таком, я бы сказал, неожиданно для нынешних времен оптимистическом и жизнеутверждающем настроении. Александр, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули гуманизм. «Оскар» за лучший документальный фильм получил фильм «Навальный». И, с одной стороны, конечно, можно только порадоваться. Его прекрасная жена Юля Навальная, которая получила эту премию, действительно, это такой герой мирового уровня сегодня. Но, с другой стороны, вот сегодня Михаил Подоляк опубликовал такой, в Телеграме опубликовал такой пост, что, дескать, если вы даете «Оскар», если вы говорите, что «Оскар» вне политики и вне войны, и даете премию фильму, который рассказывает о каких-то внутренних проблемах России, то зачем же вы называете ваш «Оскар» светочем гуманизма и справедливости? Вот на чьей вы здесь стороне? На стороне академии, конечно. Я думаю, Подоляк тот еще эксперт в области кинематографа и «Оскаровских церемоний». Я довидел их примерно 30, а в 4-х участвовал как номинант, простите. И я точно знаю, что «Оскар» никогда не говорил, что он вне политики. «Оскар» всегда своим существованием утверждал, что он как раз часть политики, часть общественной жизни, часть культурной жизни. Но, и это самое главное «но» – через кино. За все 95 лет существования «Оскара» ни один политик, не связанный вниманием с конкретным фильмом, либо как его участник, либо как один из создателей, не выступал на «Оскаре». Ни один президент Соединенных Штатов. Самые сложные для страны времена. Во времена самых сложных общественных турбуленций. И тем более войн. Ни один международный президент никогда не выступал на «Оскаре». И это позиция «Оскара». Я не уполномочен говорить с точки, как бы, от «Академии». Я просто лишь объясняю то, как я понимаю позицию Американской киноакадемии. Она не хочет создавать прецеденты и приглашать политиков, даже такого популярного, как президент Зеленский, даже такого уважаемого, и даже представляющего страну, которую до такой степени поддерживает американское общество. И обе партии, как Владимир Зеленский, они не хотят создавать прецедент. Потому что завтра может оказаться, что новый президент Соединенных Штатов захочет выступить и скажет, а как же вы утверждаете, что у вас только... Вы утверждали, что у вас только те, кто имеет отношение к кино выступают. А как же у нас тогда вот случился уже прецедент? Будет сложно отвечать на эти вопросы. Поэтому как раз никто, во-первых, никогда не утверждал, что светоч гуманизма. Но церемония, на мой взгляд, и по мнению огромного количества зрителей, таковой является. Академия никогда не говорила, что она светоч гуманизма. И никогда не утверждала, что она вне политики. Фильмы, награждаемые Оскаром на протяжении многих десятков лет, и любой зритель, который следит за кинематографическим процессом, может это подтвердить. Часто являются политическими фильмами, но это фильмы. Это церемония вручения профессиональных наград в области кинематографа, киноиндустрии. И киноиндустрия награждает фильмы и высказывания, сделанные на территории кинематографического искусства. Точка. Вот и все. Скажите, пожалуйста, я все-таки хочу вам поапонировать и вот встать на позиции Михаила Подоляка, почему уже больше года идет кровавая война в Европе геноцидального типа, и Голливуд до сих пор на это никак не отреагировал? Ну, так нельзя сказать, что значит не отреагировал. Голливуд в лице представителей Голливуда огромного количества звезд, крупнейших режиссеров, продюсеров, актеров реагирует постоянно. Многие приезжают в Киев, многие поддерживают, многие снимают, делают фильмы. Делают фильмы, делаются фильмы, да? И так далее. Голливуд участвует. Если вы говорите конкретно об Оскаре, повторюсь, я не адвокат Оскара и не адвокат Академии. Я лишь объясняю и знаю очень хорошо историю этой награды, вот примерно внутреннюю логику ее организаторов. Вот и все. Я бы был лично как украинец и человек, ну, что называется, разделяющий все цели, так сказать, победы над российской агрессией, был бы рад только увидеть президента своей страны, которому, ко всему прочему, я еще испытываю личные симпатии, очень давние, зная его неплохо. Но, повторюсь, есть правило, что называется, Академия. Президент Зеленский выступал, блестяще, кстати сказать, на открытии и Каннского кинофестиваля, и Венецианского, и Берлинского. Он выступал на церемонии Golden Globe. Но церемония Golden Globe, вручение этих наград, это церемония иностранной прессы. И эта пресса может позволить себе включить президента не Америки, несмотря на то, что церемония происходит в Соединенных Штатах, в качестве, ну, как бы выступления. А вот Американская киноакадемия, вероятно, полагает это сложным, прецедентным и потому небезопасным для существования собственной премии. Если бы появился или если появится в ближайшем будущем фильм номинированный или победитель Оскара, рассказывающий сильный фильм о войне в Украине или о президенте Зеленском, я убежден, он получит все шансы выступить на церемонии. Но просто как включение, как политик неожиданно в ткани церемонии, полностью посвященной кино, кажется, Академия считает неверным. Александр, мне кажется, что все-таки вот такая позиция подалека и офисе президента Украины, она объясняется не только, может быть, не столько тем, что вот не дали выступить там Зеленскому, но и, может быть, в ней отражается в целом отношение к Навальному. То есть к нему ведь такое отношение, как, ну, по крайней мере, скептическое, да, с недоверием относится к Навальному. Вот как вы думаете? Ну, я думаю, мягко сказано, с недоверием. Очень многие... Я думаю, что... А вы разделяете такое отношение? Простите? Вы разделяете такое отношение? Нет, я не разделяю. Конечно, нет. Я просто много лет жил в России, следил за Навальным, его движениями. Я не склонен повторять мантры российской пропаганды, так сказать, о Навальном. И я читал внимательно, в отличие от многих, его знаменитое, печально знаменитое высказывание, которое в Украине принято повторять. Про бутерброд. Ну, что Украина не... Крым не бутерброд, да. Да, да, да. Ну, я до этого... Фраза, предшествующая фразе «Крым не бутерброд» звучит так, что приблизительно, что Россия нарушила все международные правила, так сказать, аннексировав Крым. И с этим он не согласен. Он осудил еще в 2014 году аннексию Крыма. Дальше, будучи российским политиком, и, возможно, с точки зрения украинцев, это совершенно естественная реакция на эти слова. Я это понимаю. Но, тем не менее, тут важно сказать, он осудил агрессию, и он осудил аннексию Крыма сразу, с 2014 года. Он сказал тогда, естественно, пытаясь как бы лавировать или пытаясь ответить на эйфорию огромной части российского общества в адрес, так сказать, адресированного, ну, вообще факта аннексии Крыма, он сказал, что Крым не бутерброд, и нужно уже дальше, естественно, проводить не положат, как не взяли, отдали, а проводить уже, так сказать, референдум в интересах людей, живущих в Крыму. Это не украинская позиция. И с этим украинцы не согласны, и я не согласен с этой позицией. И самое главное, что и Алексей Навальный уже тоже ее не разделяет, и уже неоднократно выступал совершенно очевидным осуждениями войны и агрессии, и аннексии Крыма. Ну, то есть, иными словами, он значительно более сложная и совершенно точно оппозиционная фигура, нежели его представляют очень многие в Украине. Считая его практически, вот я дальше цитирую, тем же, что и Путин, только вот он рвется к власти и получит, будет только голодный Путин и так далее. Я считаю, нет. Я считаю, это категорически не так. Он оппозиционер. Я не, условно говоря, не обсуждаю его в качестве и в роли президента Российской Федерации. Я считаю, что такие, как он, должны иметь право на участие в открытой политике. И если предположить себе, вот, как он, его перефразирую, его вечные фразы по поводу прекрасной России будущего, если вообразить, что когда-нибудь Россия станет относительно свободной и там смогут состояться выборы, то он должен иметь право на, так сказать, на участие в них. А кто там будет побеждать, уже не мое дело. Другими словами, мне кажется, нужно научиться разделять правящий российский режим, ныне сегодня существующий, и того человека, который сидит в тюрьме, которого там мучают, по факту убивают, до этого пытались убить, а на сегодняшний день канадский режиссер сделал о нем документальный фильм, и этот фильм прошел с невероятным успехом на всех профессиональных соревнованиях и так далее, и так далее. Был отмечен всеми главными наградами мира, включая «Оскар». Ну, так случилось. Но, иными словами, мир и профессиональное сообщество, наградив фирма Навальным, осудило тоталитарный российский режим. Она же не поддержала Россию. В Украине очень многие почему-то полагают, что награда фирму Навальному — это поддержка России. Фильму, который нельзя показывать в России, он запрещен. А человека, которого практически нельзя называть по имени, который сидит в тюрьме, почему-то считают возможным, так сказать, считать пророссийским. Ну, как же так? А в России, если вспоминают о награде этому фильму, то говорят о двойных стандартах «Оскара». Во-первых, об антироссийском фильме и очередном оскорблении из общего, там, коллективного Запада. Да. Ну, кроме того, по-моему, Навальный вот совершенно однозначно высказался по поводу территориальной целостности Украины и возвращения к границам 91-го года без всяких там референдумов и так далее. То есть он, по-моему, выразил свою позицию совершенно однозначно. Скорректировал позицию, конечно. Скажите, пожалуйста, Александр, вот в социальных сетях очень многие критикуют Юлю Навальную за то, что она выступала в таком очень гламурном платье, очень дорогом, и что, дескать, вот ее муж сидит, а она в таком платье выступает на церемонии «Оскара». Но, с другой стороны, мне не кажется, что она должна была там в какой-то рогоже выступать с заплатками, типа изображать себя несчастно. Вот мне кажется, что на «Оскаре» есть какой-то дресс-код. Что вы думаете по поводу этого платья? Если хотите, «блэк тай» — это дресс-код церемонии. Вы не можете зайти на эту церемонию без «блэк тай». Без, например, бабочки. Вам сделают замечание, вам придется надеть бабочку. Соответственно, и вечернее длинное платье — это форма. Это как бы дресс-код, это форма. Вы не можете появиться ни в чем, кроме формы. Это праздник кино. Любая женщина, которая может выйти на сцену, ну, то есть одна из номинантов, или гипотетически богат. То есть пять фильмов обычно номинируются в категории, и пять из-за там женщины. Огромное количество мировых брендов, Dior, там, я не знаю, кто угодно, предлагает одеть этих женщин. Я даже не уверен, простите, что платья, в которых вышли Юлия и Даша Навальный или Мария Певчих, это их платья. Это их могли одеть для церемонии, как это делают с огромным количеством звезд кино. Это форма. И огромное количество компаний и брендов пользуются этой возможностью для того, чтобы, извините, промотировать собственные бренды. Дальше появляются фотографии, пишут в эскаде или в чем-то еще. Вот в этом она и вышла. И правильно сделала. Она должна была выглядеть хорошо, она должна была быть красавицей, как какого является ее слова, должны были прозвучать громко и остаться, как они, кстати сказать, и прозвучали. Их цитируют во всем мире. Да, фабрика грез, фабрика грез. Скажите, пожалуйста, еще один у меня вопрос по поводу адженды. Вот все говорят, что американское кино продвигает адженду. Как, на ваш взгляд, повлияло на решение жюри вот эти вот все участие меньшинств в кастингах, в кастах картин, участие там ЛГБТ, афроамериканцев, латиносов, азиатов и так далее. Во-первых. Второе, это такая экологическая повестка против глобального потепления, против корпорации империалистов. И третье, вот такая пропаганда, ну, не пропаганда, а такой нарратив в очень многих американских фильмах, что самое главное для человека – это его семья, это его близкие, и вот это единственный стимул, ради чего надо вот жить, бороться и стремиться к успехам. Насколько вот эти вот, скажем так, ну, не знаю, не назову это все политкорректностью, насколько вот эта вот адженда, про которую говорят часто в связи, в контексте с Американской Академией, она на этом Оскаре почувствовалась? Ну, вы знаете, я вообще не очень понимаю эти разговоры про повесточку, как у нас принято это называть, повесточка. Ну, то есть, американское кино, как таковое, всегда было гуманистично. Оно отправляло, ну, всю свою историю. Оно было адресовано очень несчастливым людям, составляющим зрительскую аудиторию, ведь большинство людей несчастливы, мучаются, они находятся перед лицом огромного количества жизненных вызовов. И оно пыталось поддержать, вдохновить, воодушевить людей, сидящих в кинозале, так сказать, как бы перед лицом этих самых жизненных испытаний. Это вся история американского кинематографа. Близкие и семья – это один из краеугольных камней вообще американского образа жизни. Их три, собственно говоря, успех, на самом деле к этому относятся семья и бизнес. Это вот принципиальные вот три сферы жизни, на которых строилась всегда американская мечта. И да, если так посмотреть очень условно, конечно, подавляющее большинство фильмов, которые победили в той или иной степени, не соответствуют этой жизненной философии. Но самое главное – голосуют члены Академии все. Их сегодня чуть больше 10 тысяч человек. Это на три четверти приблизительно американцы и на одну четверть международные кинематографисты. Они голосуют за то, что считают нужным. Но никто, например, мне или Андрею Звягинцеву, или моим каким-то французским, немецким, шведским друзьям и коллегам не говорит, ребят, давайте поддержим ЛГБТ-ю плюс. Или там, ребят, давайте про климатические изменения все-таки важно. Не правда, это не так. Мы исходим из множества факторов. Конечно, мы являемся частью современного мира. И, конечно, мы отдаем себе отчет главных вызовов, перед которыми стоит этот самый мир. Но при этом мы голосуем за фильмы. И вы посмотрите, победитель церемонии, первый фильм «Все всегда и сразу», это фильм так называемых андердогов по-английски. Ну, то есть людей, как бы абсолютно не принадлежащих к элите мирового кино. Людей, находившихся до недавнего времени в сложнейшем положении. Вот упомянутый мною исполнитель мужской роли появился в кино громко в «Индиане Джонсе» мальчиком еще. Помните в «Индиане Джонсе храм судьбы», когда он был коротышкой, шорти? После этого он больше 20 лет работал ассистентом и каскадером, не появляясь на экране. И он не случайно в своей речи, плача, сказал, вот, моя жена меня укрепляла, и она говорила, что будет наш шанс, придет и твое время. И вот оно пришло. Ну, правда же, пришло. И голосовали и за него, и за Мишель Йо в главной роли, которая родилась в Малайзии, была моделью, снималась в китайских фильмах, пропадала, исчезала. Женщине 60 лет. И в 60 лет она получает возможность сыграть главную роль в небольшом фильме независимой компании и получает приз в этом возрасте за лучшую актрису Кота. Еще одна невероятная история. За мужскую роль получает Брэндон Фрейзер после скандалов, с домогательствами, ужасных, после чудовищной болезни, после 10 лет клинической депрессии. Он совершает один из самых важных камбэков в истории кино. И так далее. Я могу продолжать много фильмов. И этот фильм сам по себе, он воплощает американскую мечту. Молодые режиссеры, китайский парень и еврейский парень, объединяются вместе, друзья. Еврейский парень вдохновляет этого Дэна Квана. Говорит ему, ты талантливый, у тебя невероятная фантазия. А тот делает видео. И создают сначала первый фильм «Человек-швейцарский нож», а потом вот этот. И точно такой же их продюсер Джонатан Ванг, полукитаец, тоже сын эмигрантов. Тоже сложнейшая история. Тоже родители практически вложили все для будущего своего сына. Вот за это голосуют всегда, за качественное кино, за которым стоят вот такие человеческие судьбы. Это обаятельно. И огромное количество кинематографистов это хочет поддержать. Точно так же на Западном фронте «Бесперемен». Второй, по факту, победитель церемонии. Четыре награды. У всего всегда есть сразу семь. А здесь четыре. Включая лучший иностранный фильм года. Это фильм немецкого режиссера, который выходит на сцену и говорит, что 30 лет назад я рос в одном городе с моим каким-то там товарищем, который здесь номинирован сегодня с другим фильмом, как оператор. И мы мечтали о кино в небольшом немецком городке. И вот сегодня, говорит он по факту, мы здесь. То есть не бойтесь мечтать, что называется, по-настоящему, о главном. Не бойтесь, не останавливайтесь, не сдавайтесь. Вот какое послание посылает главное всегда Оскар. И, собственно, дальше я не видел вот здесь ни одного фильма, в котором бы были важны элементы сексуального выбора. Сексуальный выбор в кино – это всегда часть дискуссии о правах человека, о правах меньшинств. Поэтому она важна. Не потому, что кто-то проповедует те или иные сексуальные ориентации. Это никого не интересует. Просто все утверждают, на самом деле, современные люди, естественно, частью которых являются кинематографисты, входящие в состав Американской Академии, они утверждают право человека на выбор религии, политических убеждений, своей социальной позиции, сексуального, сексуального и так далее, и так далее. Свободу. Вот об этом всегда идет речь. И, естественно, ответственности за будущее мира. Поэтому возникает всегда разговор и об экологической, там, условно говоря, климатическом кризисе, и об опасностях, перед которыми находится человечество. Это естественная дискуссия. Об этом говорят всегда все ответственные политики и художники, каковыми являются кинематографисты. В этом году я как раз вижу наименьшее количество фильмов, которые можно было бы обвинить вот так вот, условно говоря, без ссылки на их кинематографические достоинства, обвинить в слепом следовании повестки. И, естественно, награждение лишь потому, что они соответствуют некой условной системе координат. И, естественно, Александр, вот мы сейчас спрашиваем нашу аудиторию, согласны ли вы с Александром Роднянским. И с вами согласны 70% нашей аудитории. Такое вот в вашем, да, популярное мнение получается. Спасибо. Александр, спасибо вам большое, что согласились и нашли возможность выйти в эфир. С нами на связи был Александр Роднянский, режиссер, продюсер и медиа-менеджер. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok